Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов и материал наших коллег Корд Карланов. Смертельная ловушка соседства с газовой трубой может лишить жителей Семендера крова. Подробности через несколько минут. Широкий спектр клинического применения. Очередной мультиспиральный компьютерный томограф заработал в Дагестане. Осталось чуть более недели. Финальный этап подготовки к чемпионату России по боксу стартует 27 ноября. О подготовке нашей команды в спортивном блоке. 240-квартирный дом в Каспийске подключили к газу, которого у них не было три месяца. Их обращение в различные инстанции с просьбой помочь ответственные структуры долго игнорировали. История, длившаяся не один день, решилась буквально за пару часов после обращения жителей в госжилу инспекцию Дагестана. Вот столько времени проблема длилась и буквально за пару часов мне пришлось, ну не пришлось, а смог урегулировать вопрос. Вот из-за этого, оказывается, столько проблем и было. Мне очень приятно, когда такие вопросы оперативно решаются, и при том жильцы остались такие довольные. Надзорное ведомство за короткий срок выяснило суть проблемы. Вообще домовой счетчик многоэтажки не имел соответствующей документации, а следовательно, расторгнут был договор поставки газа и прекращена подача. Летом это было не так ощутимо, что нет газа, а с наступлением холодов дома, конечно, необходим газ. Он отреагировал на нашу просьбу и спустя некоторое время, 15 ноября, было подключение газа. Министерство культуры России подготовит дорожную карту восстановления разрушенной части южной крепостной стены в Дербенте. Об этом сообщает мэрия города. Накануне на место прибыл заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин и осмотрел объект. По его словам, ремонтные работы начнутся на этой неделе. По предварительным оценкам, они будут завершены до конца 2022 года. Последняя реставрация была 65 лет назад, серьезная. Поэтому сейчас задача основная – этот аварийный участок нам закрыть в цели безопасности. Дальше, соответственно, завтра наша команда уже выходит на объект. Потихонечку начинают противоаварийные работы делать. Получаем акт, значит, наш МЧС. И далее это проектирование и нормальная реставрационная работа. Проектирование займет порядка 8 месяцев. Реставрационная работа, я думаю, что до конца 2022 года будет сделана. Напомним, что обрушение южной крепостной стены у ворот Рта-Калы произошло в результате длительных дождей. Однако бывший мэр Дербенных из Риабакаров отметил, что к таким последствиям привела бюрократия. Он отмечает, что во время управления администрацией древнего города его команда не раз призывала ответственные структуры провести реконструкцию на месте. Два года живут под угрозой сноса домов жители по улице Земцова в поселке Семендер. Дело в том, что в 25 метрах от их жилищ установлен газопровод. Из-за него все дома улицы попадают в зону отчуждения. Жильцы же узнали об этом неожиданно для себя, когда каждому из них стали приходить письма из суда об обязательном сносе. Кто виноват в том, что дома людей оказались в запретной зоне, попыталась узнать Хадиша Курбанова. Если ломать будет, никто не даст здесь ломать, ни один дом. Народ станет против власти, получается. Со своего дома не уйду. Пускай меня там зароют. Пускай вот придут трактора, все. Я со своего дома, я не уйду. Жители Семендера намерены держать оборону ото всех, кто посягнет на их очаг. И против колоссальной, по их мнению, несправедливости. Почти 200 домов на окраине поселка ровно выстроены в одну линию. В параллель им через 25 метров протянут 8-километровый газопровод. Тот самый камень преткновения и источник всех бед жителей улицы Земцова. Объект опасен. Строительство на территории 100 метров от него незаконно, считают в Газпроме Трансгаз Махачкалы. Но местные жители об этом узнали лишь два года назад, в то время как живут здесь уже не один десяток лет. Куда сейчас должен вот этот народ весь идти? Куда с детьми, с инвалидами, куда они должны пойти? Вот пускай скажут нам, или возместят уже, или пускай их трубу Газпром не такой беды. Пускай глава администрации теперь думает, почему они вот такую вещь сделали людям. По крупицам собирала деньги, купила участок, построила дом. Этот дом мне очень нелегко дался. Я его в течение 10 лет построила. Почему же тогда нас не предупредили, что нельзя покупать здесь земли, что это незаконно? Почему они сейчас все на нас сваливают, на простых людей? Почти все жители поселка собирали деньги на жилье долгие годы. Никто, по их словам, строительству домов на этой территории не препятствовал. Теперь же документ из суда требует, чтобы местные жители не только снесли свои дома, но и сами организовали весь процесс демонтажа. И все это при том, что никакого возмещения убытков не предполагается. Возмущена таким положением дел и Джамиля Магаева. Она уверена, с документами на ее дом все в порядке. Значит, дом построен законно. У нас есть абсолютно все документы. Обналичен материнский капитал. Материнский капитал, чтобы обналичить на улучшение жилищных условий. На зеленку мы все эти документы, то, что сдавали, они проходят проверку в Москве, в главном центре пенсионного фонда, как известно. Это подтверждение того, что наши документы являются законными и подлинными. Чтобы узнать, как дома появились в запретной для строительства зоне, мы обратились в администрацию Махачкалы. Сотрудники мэрии сейчас активно занимаются разбирательством проблемы. Они пытаются выяснить, когда был построен газопровод и что с тех пор изменилось. ООО «Газпром», «Трансгаз», «Махачкала», «Останин», мы запросили, чтобы дали нам и схему прохождения трубы, как она у них проходит, и давление какое там, и охранная зона какая, и документации, когда это все разрешительные документации, когда они были построены. Выяснилось, что в запретную зону попадают и участки за Семендером. Они также были выделены под ИЖС, еще не застроены, но уже попали в зону отчуждения. Сурхай Сурхаев предполагает, что произошло это по причине смены нормативных критериев расстояния от газопровода, на котором должны находиться дома. Когда эту трубу устроила, может быть, 10 метров, 15 метров была охранная зона, сегодня уже 25 метров. То есть, за сколько времени? 92-го года пошло, уже почти 30 лет. За это время, возможно, что требования изменились. Ну, будем разбираться, да? Так или иначе, выяснением всех причин произошедшего уже занимаются и займет это до двух недель. Далее, по словам чиновника, удастся понять более детально, по чьей вине жители оказались в смертельной ловушке. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Проблемы энергоснабжения в республике обсудили на площадке Риадагистан. С журналистами общались министр энергетики региона Владимир Лемешко и генеральный директор ПАО «Россети» Северный Кавказ Виталий Иванов. Поводом для встречи стали массовые отключения электричества на отдельных участках городов и районов республики. Спикеры рассказали о том, с чем была связана массовая аварийность на линиях электропередачи и какие меры по устранению подобных происшествий принимаются в регионе. По их словам, аварии происходят не только из-за плохих погодных условий, но и по ряду других причин, среди которых и незаконно возведенные жилые строения, перегруженная инфраструктура и недостаточное обслуживание сетей собственниками. Мы не снимаем с себя ответственностью, мы должны все вместе потерпеть. Решение принято, деньги выделены, теперь нужно провести работу. И теперь мы рассчитываем на то, что и муниципальные образования, и сельские поселения, и сами жители будут в этом участвовать. Народное собрание откликнулось на это, депутатский корпус, нам нужно идти, у нас тысяча сельских поселений, больше тысячи. Мы должны идти туда, с народом разговаривать, чтобы нас спустили, чтобы дали возможность поменять стол, опору, чтобы дали возможность установить счетчик. Понимаете? Это кропотливая работа, и вот пока вот так не получается быстро. Но мы приступили к этому, мы начали над этим работать. Махачкале и Каспийские займутся проектированием новых сетей. Особое внимание энергетике уделят ремонту кабельных линий в столице, а также замене голого провода на современной. План восстановления сетевого комплекса будет представлен в Рио главы Дагестана Сергею Меликову. Очередной мультиспиральный компьютерный томограф заработал в Дагестане. Его приобрели для Республиканской клинической больницы скорой помощи. Помещение, где установили новое оборудование, было заранее подготовлено для размещения прибора. Я думаю, что люди, которые работают в здравоохранении, в медицине, они понимают, какой шаг за последние несколько лет сделало наше здравоохранение. По словам главного врача Магомеда Иманалиева, новый МСКТ поможет врачам более оперативно диагностировать различные заболевания. Они смогут быстро назначать лечение, что особенно важно для пациентов, которым необходимое экстренное обследование и помощь. С помощью компьютерного томографа медики смогут проводить обследование, предназначенное для самого широкого спектра клинического применения. Спасибо вам, коллективу. У вас коллектив подобран действительно профессионально подготовленный и коллектив, который нацелен на решение задач, которые перед вами стоят. И сплоченный коллектив. У нас сюда пациенты поступают не терпят, а поскоро получили. Многие идут самочеком сюда, понимая, зная, какой здесь коллектив, как вы работаете и какое отношение к пациенту. Спасайтесь масками и перчатками. Сотрудники ГИБДД проводят в общественном транспорте Махачкалы контроль по соблюдению масочного режима за отсутствие штрафа. Из-за беспечного отношения и игнорирования масочного режима увеличивается рост больных. Главная цель рейда – внести свой вклад в общую безопасность. Маски забыли, что для отеля? Я не понимаю. А, возьмите вам дочек. Возьмите, я тоже вам даю. Новые маски. Это новые маски. Одевайте, соблюдайте масочный режим. Надо соблюдать масочный режим. Всем одевать маски. Как показывают проверки общественного транспорта, большая часть пассажиров все же соблюдает новые правила. Впрочем, безответственных людей, настроенных скептически, стало значительно меньше. Отделом ГАИ города Махачкала проводятся мероприятия по контролю за соблюдением указа главы республики о соблюдении водителями общественного транспорта и пассажирами масочного режима. Просим граждан соблюдать масочный режим для защиты себя и своих близких от инфекционной болезни. И о спорте. Дагестанские боксеры проводят финальный этап подготовки к чемпионату России. Главный национальный турнир этого года стартует 27 ноября в Оренбурге. Призеры этих состязаний распределят между собой 10 миллионов рублей. А лучшие из лучших вернутся домой на новых автомобилях. В стане команды на Приморской базе в пригороде Махачкалы побывал Курбан Рагимов. Короткие и интенсивные тренировки. Последние дни перед стартом расписаны буквально по минутам. Подготовка к чемпионату России вышла на финишную прямую. Спарринги и работа на снарядах чередуются с занятиями в тренажерном зале. Капитан команды Рамазан Саудуев уже приступил к так называемой сгонке веса. Сбросить 3 или 4 килограмма перед соревнованиями для него дело привычное. К основному турниру года Каспичанин подходит в полной боевой готовности. Когда ты скидываешь определенный лишний вес своего организма, ты более быстрый, маневренный и легче выполняешь технику, тактические вещи. А когда у тебя лишний вес, по-любому это в бою чуть сказывается. 3-4 килограмма это норма для всех. Чтобы для легкости, можно сказать. То есть это не мучительно веса? Да, не мучительно. Длинная оценка проходит в таком помещении невысоком, чтобы легче было потеть. А там наверху просто холодно и тяжело будет выходит. А здесь и маленькие помещения, и много людей из-за этого, и потеть легче. Заключительный сбор боксеров проходит на Приморской базе в пригороде Махачкалы. В тренировках задействовано порядка 30 спортсменов. Из них на чемпионат страны отправится 14 человек. Еще 9 дагестанцев в эти дни готовятся вместе с национальной командой в Подмосковье. Время! За золото в Оренбурге боксеры поспорят в 10 весовых категориях. Ожидается участие более 300 спортсменов. Главный стимул – попадание в Олимпийскую сборную России. Кроме того, победителя ожидает солидное поощрение. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей, а чемпионы получат автомобили. Это большой стимул, потому что до последнего года благодаря новому генеральному секретарю Умару Назаровичу Кремлеву пришли большие вливания в бокс. Я думаю, очень рады ребята и тренера. Это большой стимул, да. Это большое желание появляется у ребят. Лишь бы удача была, а так ребята готовы. И судейство желательно, чтобы такое объективное было, потому что в бокс немножко есть эта погрешность, не объективности. Ну, будем выигрывать и у судей тоже. Чемпионат России пройдет с 27 ноября по 5 декабря. По его итогам определится состав команды на квалификационные турниры к Олимпийским играм в Токио. Курбан Рагимов, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанский дзюдоист Абдулла Абдул Жалилов вошел в состав сборной России под дзюдо для участия на чемпионате Европы. Воспитанник Махачкалинской спортшколы по единоборствам будет представлять страну в весе до 66 килограмм. Престижные международные соревнования пройдут с 19 по 21 ноября в столице Чехии, Праге. Напомним, что в октябре этого года Абдул Жалилову удалось стать победителем международного турнира серии «Большой шлем в Мудапеште». И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, смотрите новости, не переключайтесь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова